Доброе утро! У каждого второго молодого человека есть аллергия. Но что делать, если у вас заложен нос, палит голова и общее самочувствие очень плохое, конечно же обратитесь к врачу. Но есть дополнительные средства и это определенные продукты. Они уменьшат проявление аллергии и помогут облегчить самочувствие. Что это за продукты? Сегодня я пришла в гипермаркет-линия, где встречу со специалистом и все узнаю. О продуктах, которые полезны для аллергиков, нам сегодня расскажет врач-иммунолог-аллерголог Федотова Наталья Николаевна. Доброе утро! Доброе утро! Какое питание вообще у аллергиков? Ну, какой-то одной универсальной диеты у аллергиков не существует. То есть мы убираем те продукты, которые вызывают непосредственно аллергическую реакцию, если речь идет о пищевой аллергии. А есть еще перекрестная аллергическая реакция. Это такое состояние, когда аллергия существует не на какой-то продукт, а, например, на пыльцу деревьев или на аллергены клеща домашней пыли. И продукты, в связи с тем, что у них похожие молекулы с данными аллергенами, могут вызывать аллергические реакции. Какие витамины можно аллергикам, чтобы избежать аллергических реакций и также укрепить свой иммунитет? У аллергика, также как у человека, не страдающего аллергией, должно быть разнообразное питание. Он должен получать, конечно же, все витамины, и ему сделать это сложнее, так как у него диета ограничена некоторыми продуктами питания. Но лучше все равно это делать с помощью продуктов, нежели с помощью специализированных добавок. Давайте соберем туда корзинку и поговорим о каждом витамине поподробнее. С какого витамина мы начнем? Давайте начнем с витамина С. Чем он так полезен? Он участвует во многих обменных процессах в организме, укрепляет нашу сосудистую стенку, то есть позволяет сопротивляться неблагоприятным условиям окружающей среды. Кроме того, участвует в синтезе коллагена, так важного для здоровья наших костей, кожи, поэтому... Где больше всего и содержится? В цитрусовых? В цитрусовых, в зеленых овощах и фруктах. Вот, например, в киви содержится. Но самое большое количество витамина С у нас в ферментированных продуктах, к которым, например, относится квашеная капуста. Так, подождите, квашеная капуста, наверное, очень аллергенный продукт. Сколько нужно съесть? Квашеная капуста не то, чтобы аллергенный продукт, просто в нем в большом количестве содержится вещество гистамин, которое вызывает реакцию крапивницы, да, может вызывать. Поэтому, если у человека возникла крапивница, то, конечно, мы исключаем из питания данный продукт, а здоровому человеку ее можно употреблять. Ну, естественно, все должно быть в пределах разумного, не надо съедать бочку капусты за день. Капусту обязательно возьму, потому что я ее очень люблю. Ну, а цитрусовый – это больше аллергический, наверное, продукт, поэтому выберем киви. Хорошо, что нам помимо витаминов еще нужно? Помимо витаминов еще нужны микроэлементы. Вот, например, магний, который участвует у нас в работе нервной системы, а крепкая нервная система важна также и для защиты от инфекций, и для защиты от стрессов, поэтому нужны продукты богатые магнием. В каком продукте больше всего содержится магния? Например, в пшеничных отрубях достаточно большое содержание магния. Как мы должны их съесть? Их можно принимать с какими-то напитками, либо добавлять во вторые блюда, в каше. Кому как нравится. Достаточно 30-50 граммов в день. Да, я никогда еще не включала в свой рацион отруби, потому что они кажутся для меня очень странными, но придется взять и попробовать. Ну, понятно, что не все любят такую продукцию. Магний – хорошая новость, содержится еще и в темном, горьком шоколаде. Есть такое утверждение, что магний также содержится в большом количестве в орехах. В каких? И, в общем, можно ли их есть аллергикам? Да, орехи действительно богаты магнием, но они относятся к так называемой большой восьмерке аллергенов, поэтому аллергикам надо быть с ними крайне аккуратными. И какой же лучше орех выбрать? Я вот арахис, например, люблю. На самом деле арахис не является орехом, он ближе к фасоли и гороху, потому что арахис – это бобовое. Мы его не выбираем, выберем, например, фундук. Отличный выбор. А я буду знать, что арахис – это не орехи. Какие еще полезные вещества нам нужны? Для защиты кожи, например, понадобится витамин ПП или никотиновая кислота. Да, никотиновая кислота содержится в мясе, особенно много ее в индейке. Тогда ее и возьмем. Но такой момент, если я ее приготовлю, никотиновая кислота распадается или нет? Она практически не распадается при нагревании, так что сырой индейку есть не надо. Отлично, тогда сегодня приготовлю себе ее на ужин. Какой витамин нам еще нужен? Давайте поговорим про витамин Д. Он тоже участвует во многих обменных процессах, укрепляет наш иммунный ответ, благотворно влияет на кожу, которая часто страдает у аллергиков. Поэтому это достаточно важный витамин. Как мы можем восполнить витамин Д? Гулять на улице или все-таки есть какие-то определенные продукты? Больше всего мы получаем витамина Д, находясь на солнышке. Каждый день гулять не можем. Да, когда дни пасмурные или когда у нас не получается ходить на улице именно в светлое время суток, конечно, на помощь придут продукты питания. И это, например, печень. А если кто-то не любит мясо и отдает предпочтение рыбе, можно ли ее есть аллергикам и вообще укрепить ли она нашим иммунитетом? К рыбе такое же отношение, как и к другим продуктам. Если у человека нет индивидуальной непереносимости, то мы специально не исключаем рыбу из питания. Кроме того, она является богатым источником омега-3 и омега-6 жирных кислот. А также в рыбе есть витамин Д, но вы сказали, что она может быть аллергенна. Да, но тоже относится к большой восьмерке аллергенов. Поэтому, если у человека есть не аллергическая реакция, источником омега-3 и омега-6 жирных кислот могут послужить растительные масла. Какое растительное масло мы должны выбрать? Хорошее соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот, например, в дненом масле. Кстати, даже производитель это указывает на свои упаковки. Огромное вам спасибо! Всегда рада поделиться информацией. Сегодня мы поговорили о витаминах и микроэлементах, которые очень полезны для аллергиков. А также собрали небольшую корзинку с продуктами. А вы берегите себя и будьте здоровы!